Руководство предприятия Форрес организовало встречу с представителями общественности. Депутаты, члены общественной палаты и другие приглашенные своими глазами смогли увидеть работу компании и задать накопившиеся вопросы. Жители Асбеста давно волнуют вопросы, связанные с экологией в районе 67-го квартала. Продолжая свой диалог с горожанами, руководство компании Форрес организовало встречу с членами общественной палаты, депутатами городской думы и экологами. В начале встречи они обсудили главные проблемы, с которыми чаще всего обращаются с бестовцы. Выходишь утром, когда пустит туман, и начинается на стекле машина под тёки. Даже раньше такого не было. Проехал в иму, только утром встаёшь под тёки по стёклам. Плачет туман. На сегодняшний день на нашей фирме разрабатываются такие проекты, именно снижение выбросов. И сегодня эта программа очень, так скажем, денежная. Это по фирме. Вот здесь, в частности, на предпоследствии на следующие полугодия у нас запланировано порядка 40 миллионов. Директор предприятия Андрей Токарев рассказал гостям о технологии производства. Начинается оно с измельчения синтетического оливина. Именно он, перемолотый дважды, служит сырьём для получения пропанда сырца. Обожжённый пропант в виде гранул чёрного цвета – это и есть конечный продукт. Он применяется в нефтедобывающей промышленности для повышения эффективности отдачи скважин. Часть сырца мы отправляем на другие площадки. По обжигу такие-то каменцы, куральцы, курьи, десные, о том же, говорю, печи. Часть плитового пропанда, который мы сами отжигаем, мы уже направляем непосредственно потребителям, отгружая в обжиге. Представители «Форест» не только рассказали, но и наглядно показали, как на самом деле проходит рабочий процесс. Гостям предоставили возможность пройти по цехам. Здесь они сами смогли убедиться – сильный химический запах отсутствует, какие-либо серьёзные нарушения тоже. Ещё в 2010 году контролирующие органы фиксировали на границе санитарной защитной зоны предприятия превышение вредных веществ в атмосферном воздухе. И тогда компания «Форест» получала предписание об устранении нарушений. Но вот уже более пяти лет все проверки на этой границе подтверждают – отклонений от нормы нет. В нынешнем году по программе расширенного мониторинга было проведено уже более 600 исследований. По их результатам содержание в воздухе пыли, оксида углерода и других вредных веществ также не достигает установленных пределов. На территории Расбестовского подразделения разработан проект санитарно-защитной зоны расчётный, когда она была рассчитана именно исходя из критериев ненанесения вреда ни здоровью человека, ни окружающей природной среде. После чего этот проект был подтверждён годичным исследованием натурным, то есть проводились замеры целый год, и граница санитарно-защитной зоны была подтверждена фактически. Экскурсия завершилась обсуждением вопросов за общим столом. Здесь гости поделились своими впечатлениями и сделали выводы о работе производства. Об итогах встречи руководства компании «Форес» и представителей общественности мы расскажем в следующем выпуске. Юлия Гладских, Владимир Денисов, Новости АТВ.